Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 15 сентября. Вот вчера я показывала, как я собирала перец с агросчета, баклажаны. Все еще до сих пор, несмотря на то, что средина сентября до сих пор, собираем томаты с открытого грунта. Но надеюсь уже, что это последний сбор, потому что в этот раз мы собираем и зеленые, и бурые, и спелые. И чем отличаются последние плоды томатные этого года? Тем, что лето было сухое, хорошее такое, и все плоды до самого конца, вот даже самые-самые вот эти зеленые, они все целые, я уже об этом говорила, отличаются кардинально. Вот смотрите, какие прекрасные последние грибные лукошки, красота. Но сейчас я буду снимать видеоролик о том, как я собираю семена со сладкого перца. Я еще раз покажу вам, потому что интересующихся очень много сейчас же семена в магазине. Не только потому что дорогие, неудобно брать каждый год, а просто иногда не очень качественные попадаются. И вот этот перец Рамира, он еще и не всегда продается в наших магазинах. Смотрите, какие хоботы интересные, прям перец очень интересный. Он когда приобретает окраску, он такой страшненький, он сначала темный, потом вот такой вот какими-то пятнами покрывается красноватыми. И потом уже делается, сейчас покажу, ярко-ярко красный вот такой, сладкий, красивый. Когда у меня вчера спросили, толстостенный он или нет, но он не очень тонкая у него стенка, но и не принадлежит он к тем сортам перца, которые именно вот толстые, такие сочные, чтобы... Ну, хороший. Покажу, как делаю семена из перца и покажу, как заготавливаю семена из баклажан. Сейчас я поставлю лоток на стол и все подробно-подробно вам расскажу. Да, многие из нас хотели бы не покупать семена перца, потому что обычно хочется купить несколько сортов. А вот из-за того, что делают сейчас вот эти красивые упаковки, ну, там семян мало, а из-за этой вот красочной картиночки приходится платить много. И очень жалко, что потом мы выбрасываем все равно эту картинку, а деньги тратим. И вот все очень много вопросов, что можно ли собирать свои семена, какие можно, сколько хранить. Я сейчас очень-очень подробно по пунктам расскажу, но я расскажу большей частью про свой опыт, какие у меня были ошибки, почему я не стала заниматься заготовкой семян перца, потому что несколько лет назад я семена перца продавала также вместе с томатами. Я расскажу и скажу сразу, что у них большое различие в том, что собирать их проще заготавливать, чем семена томатов, потому что мы тут исключаем вот эту процедуру ферментации, когда мы ждем, когда они там, ну, прокиснут-закиснут, потом мыть. Короче, семена перца можно по-сухому выбрать. Заготавливать их проще, а сохранить сорт перца сложнее. То есть вот для этой сохранности перца, ну, это я в конце расскажу, кто хочет сохранить из года в год, там их и закрывают во время цветения, чтобы они не перепылялись. Все, ну, начнем с того, что с каких вот перцев мы можем брать семена. Ну, вот тут не могу не сказать про магазинные, потому что очень многие спрашивают, видят, что соседи берут в магазине, покупают перцы и сеют, и они вроде бы красивые, неплохо всходят. Но я хочу сразу предупредить, что обычно вот эти перцы, которые мы покупаем в магазине, они все привезены из-за границы, и ясно, что их не в биологической зрелости срывали, а в фазе технической зрелости, когда они еще зеленые, и во время вот этой транспортировки они понемножку спеют, 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 пока они до нас доезжают, они приобретают цвет, все у них хорошо, иногда и семена очень схожие, но тут можно нарваться на гибрид и на различные там геномы, как оно, ГМО, все это, и семена, как можно, могут попасть, как хорошие и дозрелые, так могут и недозрелые. Если вы будете ставку делать только вот на этот, на семена из магазинного перца, не стоит, если вы хотите попробовать, пусть это будет один из сортов, а остальные посеете простые. Лучше всего, конечно, сеять семена того перца, который вы сами вырастили, вы вот один раз купили в магазине, вырастили этот перчик, я расскажу потом, как лучше выбирать для потомства, и вот когда собрали свои семена, это будут самые лучшие, с самой большой схожестью свои семена из собственных перцев, но тут опять нужно немножко есть некоторые нюансы, как отбирать правильно вот эти. Смотрите, если мы про томаты говорим, что если томат долго там перележит, то семена томата могут и прорасти даже в помидорке, то перец обычно, наоборот, мы выдерживаем чуть подольше, и чтобы получить хорошие, вот половавзрелые, чтобы они хорошо взошли семена, нужно, чтобы перец вызрел хорошо, и даже после того, как он вызрел, эти сорванные перцы даже рекомендуют подержать в течение недели, 10 дней или полмесяца на окне или где-то, ну в любом теплом месте, чтобы он даже подвялился. Я-то в предыдущие годы показывала, что у меня, смотрите, он как бы вот уже начинает иссыхать и сморщинивается, а в это время семена у нас вызревают, 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 и вот я, те кустики, которые были предназначены для заготовки семян, я прям их оставляю на кустах. Вот смотрите, они до какой степени повисели на кустах, что они стали почти сушеными перцами. Кстати, про сушеный перец. Острый перец, когда я заготавливаю, я просто вот так его вешаю, он всю зиму у меня сохнет. Весной его можно выпотрошить и эти семена посеять. Прям без всяких, без дополнительных заготовок, без дополнительного хранения. Я вот, которые на кухне у меня снизки такие висели, раньше были маленькие, всякие острые чили, я прям брала его, разрезала, этот в еду, в суп добавляла, а семена сеять. Но вот сейчас я говорю про сладкий перец. Подержали мы немножко и все. Тут вот про заготовку семян перца, тут больше теории, больше вот таких вот всяких предостережений, разных мелочей, чем сам процесс заготовки. Заготавливать-то и нечего. Мы вот его подержали. Смотрите, какие стали семена. Толстые, отборные. Вот это прям элитные семена, видите они как. Я не знаю, правда это или нет, но специалисты говорят, что лучше всего семена получаются те, которые вот здесь вот, ну вот на этой штучке закреплены, а которые вот на всяких ребрышках, на всяких пазухах, они более слабые, потому что им достается меньше питания. Я не знаю, я не проверяла, но обычно, когда вот так подождешь до полной зрелости семена, дождешься, они все очень хорошие. Ну конечно, тут говорить нечего, что если мы откроем, а семена какие-то черные или подгнившие, то мы конечно их не берем, берем только хорошие отборные семена. Все, вот и вся заготовка семян перца. Мы выпотрошили его. Я вот сейчас его сюда раз-раз. Могу также оставить сразу на тарелочке, могу на бумажку в лоток. Я их высушу, высушу и сыплю. Но есть другой вариант. Вот здесь я вижу уже, что перец вызревший. Я его не доводила как-то искусственно до фазы биологической зрелости. Все, семена вот эти, я больше чем уверена, смотрите, они какие крупные. Это очень хорошие, полноценные семена перца. Можно их ополоснуть и высушить. Можно не полоская, сразу уложить в пакет. Но тут самое главное, что не у всех получается на кустах вот дождаться полной вот такой зрелости. Тогда нужно взять, смотрите, какие всякие ромеры. Каких только нет. Я прям вчера рвала и смеялась. Хоботок. Тогда нужно взять хотя бы, который приобрел уже часть перчины, цвет, характерный для сорта, и положить, и ждать. Он сначала покраснеет, ну или пожелтеет. Потом он еще немножко пусть полежит. И когда он уже не будет вот такой вот твердый, как камень, а будет вот как у меня. Вот они, они. Вот смотрите. Они делаются мягкие, эластичные, они подсохли. И тогда его тоже распотрошить нужно. Но тут уже нужно с опаской относиться к этим семенам. То есть вот здесь могут быть семена, сформировавшиеся полностью и вызревшие. А вот здесь, в носовой части перчика, они еще во время жизни на кустиках, на материнских, они еще не налились, не сформировались. И когда вы сорвали, они могут быть недозрелые. Вот такие семена, я уже про это говорила, лучше всего после заготовки сбросить в стакан с водой, помешать, подержать минут 10. Те, которые опадут на дно, значит они толстые, значит они уже такие, как полноценные. А сушняк весь всплывет наверх. Точно так же мы огурцы проверяем, когда мы семенник раньше, в деревне же делали, семенники полежат, пожелтеют, выскребают из семенного огурца после брожения в воду и сухие отсортировывают. Про сборку я рассказала. Я сказала, что сам-то выбор, сама заготовка, она очень простая. Тут самое главное, как подготовить перец к заготовке семян. И тут еще хочу сказать про хранение. Это очень важно. Семена перца хранятся намного меньше, чем семена томата. Про томаты я всегда говорила. Первые 5 лет вы можете о них даже не расстраиваться. Семена томата 7-10 лет не теряют. Но они теряют, понижаются всхожесть, но имеют возможность все равно взойти. До 5 лет вы можете смело их сеять, а после 5 лет надо или стимулировать, или проверять схожесть. Там сколько будет? 80%, потом 60%, потом 50%. Перец другое дело. Перец хранится меньше, и везде указывается 3-4 года. Из этого мы делаем вывод, что его лучше сеять в первые 2 года. Ну, третий год тоже под вопросом. Ну, короче, если вы вот возьмете с такой перчины семена, можете 3 года сеять. На четвертый год у него будет маленькая всхожесть. И с одного и того же перца, вот, например, вы сейчас взяли семена, на будущий год посеяли. С него вы еще взяли, еще посеяли. Потом еще взяли, еще посеяли. И вот таких 4 оборота можно сделать. А потом специалисты рекомендуют обновлять семена. Потому что, вот что я вначале говорила, что заготовка семян несложная, но сложно сохранить сорт. Все, наверное, знают, что перец у нас переопылится может. Если острый и сладкий рядом растет, даже если не рядом, а в одном огороде, все равно острый может стать не острым, а вот такой сладкий может приобрести острость. из-за этого вот я вначале начала и сказала, что я раньше торговала семенами перца, но из-за того, что очень сложно сохранить чистоту сорта, я прекратила этим заниматься, потому что очень много с ним хлопот. Вот как сохранить сорт перца? Если, например, у вас есть какой-то один драгоценный, редкий, ценный сорт, который вам дали, в магазине вы больше не купите, нужно учитывать, что, во-первых, нельзя рядом с острым сладкий, это ясно, и даже если они все сладкие, но разные сорта, а вы хотите взять семена, и чтобы чистоту сорта сохранить, прикрывают сорт от сорта вот этими нетканными, особенно когда во время цветения, вот у меня, я думаю, что во время цветения весной в одной теплице, когда рассада у меня рано зацветала, и они все стояли рядом, они все-таки там переопылялись, и вот поэтому, если сорт хотите сохранить, стоит у вас один в каком-то в лотке, делайте маленькие дуги и нетканку, или сноуборд, или что там, ну, короче, я в это углубляться не буду, я теперь этим не занимаюсь, для себя, вот я Рамира, второй, третий, четвертый, по-моему, год уже выращиваю, он как был Рамира, так и остался, у меня единственная была проблема со сладкими, сладкие перцы желтые переопылялись с острыми, и причем я заметила, вот много лет наблюдала, какие-то определенные сорта склонны к переопылению, а какие-то сорта, они из года в год повторяют и повторяют свои материнские качества, и вот мы пришли к самому началу теперь, как отбирать, конечно, нужно отбирать тот сорт, ту перчину, которая полностью соответствует всем сортовым характеристикам, которые вот в описании, как описана она вот такая-такая, такая перчина и есть, и еще, когда вот, ну, чтобы получить хорошие, такие действительно семена, нужно, конечно, брать растение крепкое, и на этом растении, если вы для себя берете, если вам маленько нужно, лучше всего брать самого крупного, самого такого, такого шикарного сорта, я, правда, никогда с коронного цветка не выбирала, именно с коронного, но я читала, что лучше всего семена выбирать с коронного цветка, с первого, который все мы убираем, выщипываем большинство из нас, да, специалисты рекомендуют его выщипывать, потому что он все силы на себя забирает, вот в развилке, которая растет, но если вы хотите получить такие элитные семена перца, то на одном своем кустике оставьте вот этот коронный цветок, у вас вырастет эта огромная перчина, которая заберет все первые силы такие, она будет самая крупная, самая первая, пусть она подольше висит до полного вызревания, и вот с нее вы можете собрать отличные, элитные семена именно того сорта, который вам нужен, ну и все, и еще про формирование, если вы хотите, чтобы перчинка, ну вот на кустике, которую вы оставили на семена, была покрупнее, помассивнее, но ясно, что будет крупная перчина, будут здоровые вот эти вот семена, тогда нужно, конечно, формировать, убирайте лишние пасынки, убирайте все, много вот когда бутонов, у нас сейчас даже еще перцы цветут, и бутоны, и все, конечно, они уже не сформируются, они уже не вызрюют, но многим у нас некогда заниматься вот этим формированием перца, а вот тот куст, на котором вы хотите оставить семенной перец, лучше всего проформировать, то есть удалите все бутончики лишние, и все пасынки, оставить, например, два ствола, и чтобы там было несколько перчин, тогда они будут огромные, и семена будут хорошие, тут сборка семян, перца, мне кажется, самое простое вообще, что может быть, вот сейчас, в следующем видео, я хочу вам показать, как собирать перец с баклажана, вот там посложнее, вот с этим баклажанным мясом, с мякотью мучатся, и там тоже надо ждать, когда оно посгниет, потому что семена меленькие, эти-то они сухие, они лежат вот в сухом ложе, их возьмешь вот так пальчиком, раз вот они, они все, а баклажан-то, чтобы повыковырять, надо много труда, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это Собираем свои семена перца, рекомендую всем собирать свои семена перца, конечно, это экономия семейного бюджета, и гарантия, что вы получите на будущий год именно тот сорт, который посеете, и вообще, это очень интересно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok